Итак, дорогие друзья, дорогие друзья, любители музыки, сегодня я расскажу вам о композиторе Галина Ивановна Уствольская. Это уникальная личность, совершенно особенная, не укладывающаяся абсолютно ни в какие рамки, стилевые, эмоциональные, культурологические личности. Вокруг Галины Ивановны Уствольской уже несколько лет, может быть, даже несколько десятилетий существует особая напряженная атмосфера. Есть сайт, посвященный ее творчеству. И атмосфера эта вызвана тем, что очень много поклонников ее музыки, причем поклонников таких вот яростных, и одновременно много людей, которые просто активно не признают ее музыку, встают со своих мест в концертном зале и уходят из зала, когда она звучит. И вот мы сегодня попробуем понять, что это. Я расскажу об этом удивительном человеке, которую я немножко знал. Галина Ивановна Уствольская родилась 17 июня 1919 года в Петербурге. Тогда он назывался Петроград, потом Ленинград, потом опять Петербург. Она очень любила всю жизнь этот город и провела в нем всю свою жизнь с короткими отъездами в эвакуацию, какие-то, по-моему, в Тихвин она еще ездила к своему отцу, тоже во время войны, собственно, и была эвакуация. Петербурга очень не любила уезжать из Петербурга. Она прожила долгую жизнь, скончалась она 21 декабря 2006 года в Санкт-Петербурге в возрасте 87 лет, и ее биография укладывается в несколько строчек, если ее написать. У нее совершенно не было никаких внешних событий. Ну вот она закончила Петербургскую, Ленинградскую консерваторию по классу Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, аспирантуру уже после окончания Великой Отечественной войны у него же, да и консерваторию тоже она закончила, там был перерыв в обучении из-за войны. Вот, и преподавала какое-то время в музыкальном училище ленинградском, композицию. Потом она это преподавание бросила, и практически всю жизнь она жила на очень скудные заработки от своих произведений. Это такая типичная, в общем-то, внешняя канва серьезного академического русского композитора XX века. Но вот чем же ее творчество отличается? Чем же она так удивительно своеобразна? Когда в 1962 году в Россию приехал 80-летний Игорь Стравинский, который не был в России почти 50 лет, ему показывали музыку так называемых советских композиторов. И он удивлялся, как мало в этой музыке нового, как мало каких-то исканий. И вот ему сыграли фрагмент, у него было очень мало времени, ему сыграли фрагмент скрипичной сонаты Уствольской, живьем, не в записи. И вот тут он произнес удивительную фразу. «Вот теперь я понимаю, что такое железный занавес». Для тех, кто, может быть, не знает, выражение «железный занавес», которое придумал, кажется, Черчилль, означает искусственное отторжение СССР от культурных достижений Запада, от жизни на Западе, запрет на выезд, который, ну не запрет, но, в общем-то, очень сильное ограничение на выезд советских граждан за границу, которое существовало, в общем, во все эти социалистические времена. Я сравниваю, если думаю об этих словах Стравинского, вот курятник, да, куры, так сказать, уже им не умеют летать, как орлы, им не нужно, так сказать, уже высокие стенки, они все равно никуда не улетят. Вот немножко такое же ощущение было, наверное, у Стравинского. Эта стенка, так сказать, железный занавес у курятника, он не обязательно должен быть очень высокий, большой. И тут вдруг орел попался. И это была первая скрипичная, ну единственная скрипичная соната Уствольской, потом еще у нее дуэт для скрипки и фортепиано возник. Сочинений у Галины Ивановны Уствольской немного. Она не пыталась раздуть список своих сочинений, очень много музыки, которую она написала, она просто выкинула, или ноты выкинула, или из списка сочинений официального она выкинула на партитуре, написав «это для денег». Вот просто. Понятно тоже, что у нас был идеологический пресс, она прожила самые тяжелые времена, и удивительно, что ее последнее сочинение 1991 года, как раз когда все стало как бы можно. И вот тут она завершает. Не по этим причинам, просто у нее здоровье стало слабое, она не смогла записывать, стала дрожать рука. Последние партитуры уже очень дрожащим почерком записаны. И вот она писала так. Вообще она очень мало общалась с журналистами, с музыковедами. И несколько таких каких-то вот фраз ключевых говорила всегда, которые легко запомнить, и которые, собственно, составляют ее авторское «я». «Пожалуйста, кто любит мою музыку, большая просьба не анализировать ее». Вот мы, конечно, будем ее анализировать, и уже когда ее, когда она умерла, она ее не стала. Все-таки люди начинают анализировать, но пока она жила, люди боялись приступить, как исследователи к ее творчеству, потому что не то, что она, конечно, запрещала, запретить нельзя. Но ощущение было, что мы как бы делаем ей больно этим анализом. Может быть, мы и сейчас, конечно, делаем ей больно, скорее всего, но нельзя без этого обойтись. И это ее такое было своеобразие. Вот, пожалуйста, не приписывайте мне никаких влияний. «Моя музыка не выросла ни из какого композитора. Не говорите, что в ней есть Стравинский, не говорите, что в ней есть Бах, Мусоргский, русская музыка, Барток. Вот все это, что действительно отчасти присутствует, но от большей, от меньшей части, иногда чуть-чуть, какая-то русская народность, ну, чуть-чуть она там где-то иногда может быть чуть-чуть заметна. Но в любом случае, вот это нормальное явление. Вот, например, Дебюсси, он очень находился под большим влиянием Вагнера, а потом он ругал его в критических статьях, потому что хотел освободиться от его влияния. И вот, может быть, тут тоже желание у Ствольской создать именно свой, именно максимально отгороженный от других композиторов мир, желание, в принципе, неосуществимое, но абсолютно естественное вообще для музыки, особенно XX века, как и XIX, и меньше XVIII. И вот тут интересно, что Ствольская как бы является типичным представителем XX века, она выбрала в себя все самые типичнейшие черты вообще музыки XX века, максимальную контрастность динамики. У нее динамические оттенки 6, 5, 4 форта, 3 форта, уже 3 форта – это тихо. Когда я присутствовал при репетиции большого дуэта для виолончели и фортепиано, играл Алексей Любимов на фортепиано, я помню, меня очень рассмешило, как он говорит виолончелисту, «Тише, тише, тут только два форта!» Только два форта! И действительно, я анализировал первую сонату, пианисты знают, что два, максимум три форта, больше оттенков вообще не существует. Очень редко три. И действительно, в одной из частей первой сонаты градация оттенков, два форта – это самое тихое место. Вот. Очень редко мецофорта, мецопиано, по-моему, вообще практически нет. Да, вот во второй части первой сонаты самое тихое место – два форта. Ну вот, и такие тихие острова, но очень тихие. Три, два, три, четыре пиано. Очень редкие такие острова. А потом мы будем говорить о Мортене Фелдмане, американском коммунпатитере. Я его называю негатив музыки Уствольской. Или, наоборот, Уствольской негатив музыки Фелдмана. Это, конечно, такая немножко упрощенная трактовка. Вернее, сильно упрощенная трактовка. Но что-то в этом есть. И вот эта контрастность, она присуща XX веку. Она уже была у Прокофьева. Возьмите главную партию седьмой сонаты. Даже Бетховен. Вот кто Бетховен начал, конечно. Эту контрастность в своих поздних фортепианных сочинениях. Вот откуда она возникла. У Бетховена много такой музыки в поздних сонатах, где вот такого рода вещи присутствуют. И говорили, что он уже не слышит. Поэтому он не слышит, что в середине возникает некая пауза, дыра, не заполненная ничем. Полагалось, так сказать, располагать звуки поровну по всей клавиатуре. Ну и что он уже не слышит, что это плохо. А вот именно в центре возникшая эта пауза, в поздних сонатах Бетховена, вот она как раз и послужила основанием для этих пустот. С поздних сонат Бетховена начинается принцип XX века. Контрастных регистров. Контрастная динамика, контрастные регистры. Вот сама идеология, сам мир музыки Уствольской, она говорила, моя музыка не камерная, моя музыка инструментальная. Вот что это такое за таинственное, так сказать, высказывание? Я помню самое первое мое знакомство с музыкой Уствольской. Я впервые в своей жизни, ну почти впервые, я выезжал за границу в 1982 году как студент в порядке обмена студентами с Московской консерваторией и высшей школой имени Эйслера, Ханса Эйслера в Восточном Берлине. А второй мой выезд за границу, это был в 1990 году, уже когда началась перестройка. Вот приехал такой Михаэль Курц, мой хороший друг из Германии в Россию, писать книгу о русских композиторах. Потом он на Губайдулиной сфокусировался. Мы с ним познакомились, подружились. Я его пригласил потом специально на доклады о немецкой, о русской музыке. А он меня пригласил в августе 1990 года в Бохум и попросил, чтобы я сыграл большой концерт. Это было, по-моему, 14 произведений. Там были и Скрябин, и Рахмальнов, и Прокофьев, и Шостакович, но и много очень композиторов живущих. Уствольская, Гробовский, Смирнов, Фирсова и мое сочинение Губайдулина. И вот он говорит, сыграй шестую сонату Уствольской. Я не знал тогда этого имени в 1990 году. Это композитор, живущий в Петербурге, тогда еще называлась Ленинград, у нее недавно вышел сборник фортепиальных сочинений «Шесть сонат и двенадцать прелюдий». Все, что она написала для фортепиана. Вот этот сборник у меня сейчас здесь на пюпитре, очень потрепанный. И позвони ей, она поможет тебе приобрести, или скажет, где купить, или пришлет. И она взял отправочник Союза композиторов, нашел ее телефон, действительно, да, Галина Ивановна Уствольской, позвонил. Она сняла трубку, из Москвы в Ленинград позвонил. Да, говорит, такой сборник вышел, я могу вам прислать. Я говорю, вот мне нужно сыграть в Германии вашу шестую сонату. Хорошо, я вам пришлю, продиктуйте адрес, я продиктовал. Да, 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 я пришлю, только я бы хотела сказать вам одну вещь, сказала Галина Ивановна. Когда будете работать, имейте в виду, что моя музыка не камерная, а инструментальная. Загадочная фраза. Камерный инструментальный ансамбль, такой штамп. Так вот, в том-то и дело, что слово камерность, ну, есть такая шутка, да, приходит струнный квартет в тюрьму давать концерт. Начальник тюрьмы говорит, а какую вы играете музыку? У нас музыка камерная. А, камерная, это нам подходит, подходит, начальник тюрьмы говорит. То есть, камера, маленькое помещение, камерность вообще музыки, квартеты, трио, сонаты, фортепианная музыка, все это называются камерная. Совершенно диаметрально, абсолютно не подходит для мира музыки Уствольска. Она хочет сказать, что ее музыка должна исполняться в больших залах. Именно понятие этого большого зала, как бы, даже если зал маленький, все равно должно быть ощущение, что музыка звучит в огромном пространстве. Вот, конечно, она не запрещает играть свою музыку в комнатах, в залах, там, на сто человек. Но она говорит, что моя музыка лучше всего будет звучать в церковном пространстве. В православных храмах не исполняется вообще светская музыка, принципиальная, а вот в храмах католических или протестантских на Западе, где с 90-х годов очень часто играют музыку Уствольска, вот там вот ее музыка играется. И на ощущение храмовости она говорила тоже, моя музыка не религиозная, а духовная. Вот это тоже религиозность она отрицала. Хотя последние почти все сочинения она пишет на слова монаха Германа Расслабленного. Был такой святой еще до схизмы, до 1054 года, в начале 11 века. Очень болезненный человек, который прожил 40 лет и писал, в общем-то, молитвы. Несколько молитв всего есть, таких поэтических, обращенных к Богу. Вот она взяла эти стихи, даже не стихи, вот эти как бы молитвы 11 века, и писала на них музыку. И вот это вот ощущение, я потом понял, что она в качестве зала для своих произведений мыслит как минимум Вселенную. Вселенная или больше, чем Вселенная? Это шутка такая, конечно. И очень такая как бы простота и лапидарность в ее музыке. Что она еще сама говорит о своей музыке? Я отрицаю фестивали композиторов женщин. Это дискриминация и для женщин, и для мужчин. Ну, такая вот тоже мысль. Вот, собственно, если я сочинила какое-то произведение, то я, прежде чем включать его в список моих сочинений, откладываю его на 2-3 года. Потом я его проигрываю. Если оно мне так же нравится, я включаю его в список. Вот такое отношение требовательное. Хотя тут есть какие-то юмористические моменты. Мне рассказывал Константин Багренин в Берне, когда мы познакомились с ее мужем, Константином Багрениным, как она что-то попросила его уничтожить, а он сказал, что уничтожил, на самом деле спрятал. Вот, и уже наступает 89-й, 90-й год, ее имя делается известным, а жить не на что, денег нет. Звонят ей из издательства, ленинградский композитор, кажется, и говорят, Галина Ивановна, мы хотим издать вашу музыку, что у вас есть? Она говорит, нет ничего. И тут Константин говорил, Галя, есть, 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 я тогда не уничтожил, ты просила, ой, Костя, какой же ты молодец, говорит Галина Ивановна, что ты меня не послушался. То есть это все надо понимать чуть-чуть упрощенно, и все-таки мы все люди. Не забыла, о каком сочинении шла речь, но это было одно из ее лучших, гениальнейших сочинений. И вот тут, конечно, отношение с Шестаковичем, Галины Ивановны Уствольской, очень такая болезненная тема, и я эту тему вообще избегал разрабатывать, касаться ее, пока Галина Ивановна жила. Она умерла именно вот в год столетия со дня рождения Шестаковича в 2006 году. Столетие было в сентябре, он родился 25 сентября, по-моему, а умерла она в декабре. Но вот тут тоже нельзя не сказать о том, мы потом будем об этом подробно говорить, у нас не одна будет лекция об Уствольской, нельзя не сказать о том, что Шестакович, конечно же, сразу оценил масштаб ее дарования. Она невероятно много сочиняла в консерватории, чуть ли не каждую неделю приносила по новому сочинению, а некоторые писали по нескольку тактов в неделю. Очень талантливые, кстати, ученики, Флейшман, например. Она была красивая, и у них возник роман. Об этом говорят ученики тогда, учившиеся, например, Ростропович. И так косвенно можно понять и по высказываниям Уствольской она наговорила воспоминания о Шестаковиче, Софии Михайловне Хентовой. И потом были письма. Шестакович очень часто писал своим друзьям письма. Есть много писем, но она их все уничтожила, к сожалению. Тоже говорит о том, что был какой-то разрыв. А он уничтожал принципиально все письма, которые к нему все абсолютно пишут, потому что боялся, что его посадят. Такая опасность существовала. И будут трудности у этих людей, которые ему писали. Шестакович очень много раз, несколько раз цитирует музыку Уствольской в своих произведениях. Вот если мы посмотрим самые известные первые сочинения Уствольской, это, во-первых, концерт для фортепиано и струнного оркестра. 46-го года она, по-моему, закончила с ним консерваторию. И аспирантуру она закончила вот таким вот трио для фортепиано, скрипки и кларнета. Это ее аспирантская работа. И вот финал этого трио, совершенно особенная музыка, особенная тема. Сейчас я попробую наиграть. Трио совершенно особенная. С 49-го года. Вообще, в этом трио можно отдельно поговорить. Кларнет, скрипка и рояль. Вот тема этого финала, первая мелодия. Вот эта тема в таком энергичном виде начинается. И Ешистакойович впервые использовал в своей музыке уже в 1952 году, то есть через три года после написания этого трио, в своем пятом струнном квартете. Причем использовал он ее в квартете три раза. Два раза в первой части, в разработке и в коде. И один раз в финале. И она звучит по-разному. Наиболее удивительно тонко она звучит в самом конце первой части, в коде. И было видно, что образ Уствольской, если это для Ешистакойовича являлось образом Уствольской, это как бы такая светлая мечта недостижимого счастья. Видимо, он так воспринимал ее облик. И потом он использует ее, цитаты из ее музыки в своих самых поздних сочинениях. Это 11 поэм на слова Микеланджело Буанаротти для баса и фортепиано, потом инструментов для оркестра. И альтовая соната. В альтовой сонате в конце первой части альт играет эти... Намек на эту тему. Там еще много других связей с Уствольской. Мы будем отдельно заниматься альтовой сонатой. И известно, что он сделал ей предложение, когда в 1955 году умирает первая жена Состаковича, Нина Варзар. Он просит Уствольскую выйти за него замуж. Она отказывается. Действительно, ну, трудно, так сказать, предполагать, но два гениальных композитора. Кто-то, по-моему, домработница. Шостакович вспоминала, что... Ну да, она приходила в гости, но она, например, уже когда Шостакович был один, она не могла сварить кашу детям. Вот нужно было кашу сварить, а пришлось мне варить кашу. Или там, например, она попросила, чтобы я пришила ей пуговицу. Ну, женщина вроде бы должна как бы сама пришивать себе пуговицу. Ну, в общем, что-то такое было. И она, эта домработница, воспоминания свои оставила. То есть Галина Ивановна была, естественно, абсолютно музыкантом 100%, как Рахманов говорил. Я музыкант на 90%, человек на 10%, Рахманов говорил. А Устовская, наверное, была музыкантом на 99%, а человек на 1%. Ну, это такая... Не то, что она была плохим человеком, она была прекрасной. Я немножко с ней был знаком, не могу судить близко, так сказать, о ее человеческих качествах, но поскольку она была очень закрытой женщиной, внешне, так сказать, ни с кем не общалась, вот этот разговор единственный, телефонный, состоялся. Потом она прислала мне ноты, я выучил шестую сонату, а потом меня попросили сыграть все ее произведения. И вот давайте сейчас, как бы, на самом интересном месте, на том месте, когда я познакомился со всеми сочинениями Уствольской, вот, и сыграл их, и познакомился с ней лично, я буду приближаться к окончанию первой лекции, а чтобы все-таки в первой лекции что-то сыграть, я сыграю именно вот эту шестую сонату 88-го года. Мы закончим первую лекцию этой шестой сонатой. Она поразила меня тогда своей яростностью. Она короткая, одночасная, идет 6 или 7 минут, и в конце этой лекции она сейчас и прозвучит. Уствольская, соната номер 6. 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 Соната номер 7. года, они падают, я не буду переписывать ее, оставлю как есть, этот перфекционизм какой-то такой, мы им пренебрежем, потому что в этом есть жизнь, в этом есть какая-то сиюминутность в том, что эти ноты, которые лично держала в руках Галина Ивановна Уствольская, для меня они дорогие, тут у меня стоит ксерокопия сразу за этими живыми нотами, но я даже, так сказать, мне нравится, что эта соната в таком немножко трагическом, разрушающемся виде, музыка разрушения, в следующей лекции мы поговорим о том, почему разрушение, что созидается в этой музыке, а пока завершаем первую лекцию об Уствольской, спасибо, до свидания.